всем приветики время ранее я уже собралась заказала такси потому что я поняла что с такими сумками не доеду по электричкам метро бля это капец и слава богу там сейчас рано воскресенье поэтому такси недорого так что заказала такси жду еду к люше в больницу я уже ему позвонил он сказал что ждет я уже на месте позвонила илюхе жду сказал подойти к приемному отделению я жду сейчас одену футболку выбегу значит уже пять минут а его все нету бежит он как-то медленно вот он мой больной идет ветровку один господи как будто на улице холодно бляю в тапках а а почему в тапках почему в тапках да чё нельзя было одеть нормальную обувь илья за долго а чё у тебя там губы засохли что болячка а из-за чего совсем одичал за два дня за за три я одела новое платье сатилья мне сразу сказал что как будто я похудела да и люди всего сколько четыре дня видео на вид как будто похудела может быть за хватит так и может быть действительно похудела но заметно честно чуть-чуть лишь говорю 6 плане килограмм я спросил было бы здорово еще килограмм 30 хотя бы 40 ну понятно что больше но блин хинтрелла прилетела у это отлично для меня сидим тут с илюха на улице болтаем привезла вот ему тут водички покушать чуть-чуть дали все отлично подписываться на канал кстати ты в курсе я туда просила у вас лайки там я веду процент лайки комментарии чё вы думаете пришло сообщение о том что дзен меняет политику монетизации и с 1 августа по моему монетизация теперь будет зависеть от того насколько подписчик был а даже не подписчик неважно насколько человек был вовлечен в видео то есть оплата будет опять и фиг знает что то есть теперь лайки и комментарии будут не важны а будет важно насколько ты смотрел видео то есть если ты посмотрел это вышло видео 15 минут если ты посмотрел одну минуту то это как бы хреново на если ты посмотрел все то это вот засчитывается короче они какую-то другую тему придумали вот нет чтобы дал как нормально как ютубе вот раньше платили за рекламу смотришь я вот даже свое видео одно смотрел египет просто что захотелось посмотреть и и чё я пока посмотрела вот это 12 минутное видео его два раза рекламу показали вот в этом плане конечно youtube если бы вот не эти санкции понятно вот он самое самое прозрачное вот оплата то есть ты понимаешь да если человек посмотрел рекламу тебе заплатили не посмотрел тебе не заплатили то есть это понимаешь то здесь конечно такое себе все придумывает как бы не платить ничего ладно погодка сая клёвая что она даже за кокон и все вылетает долбалит учит смотрите какие-то все перебинтован учу здесь травм пункт или что 23 1 там с переломной рукой мне это нормальные люди они ходят хотя бы на моем этаже вообще никто не ходит да он там все 60 плюс там нету ни одного кого меньше ты самый молоденький поэтому медсестры ты это тут медсестры илья говорит 23-летний на очень прикольно там было вот они он уже там со всеми перезнакомился потому что они сам он самый молодой из всех они короче 3 м ходу никто практик я понимаю видимо вот мы там стояли общались тикток сидим короче у них там это тикток смотрим короче с их телефона ты интернет экономишь для у меня просто только дороже на а почему тебя нет ну у меня iphone там скачать это раньше тебя не закачивала теперь нет я могу сейчас он отозван этот принят ясно откажешь алгорную тему короче сидим болтаем сидим короче это как его там бабушка с диабетом короче сидит у него просто нога все половину гнилая отпадает мы сидим короче отпадает я только говорю у нее сахарный диабет говорит сахар повышенность я себя я такой говорю блин у меня тоже сахар повышенный агро давай горит мы тебя проверим она стоит с этой фигней на дичинку давай мы тебя проверим кто-то сахар измеряет вот я так не надо я говорю мне еще вещи я горси нормально двигаюсь хожу я говорится у меня отлично гранина же очень нет грамм не так уже по 10 раз проверять в день этот сахар конченые грызу долбали вот у меня просто повышенный сахар постоянно у ильи пальцы все протыканы у него за два дня сколько пять или шесть раз пять раз проведу только из пальца еще один из вены там 10 колб налили на это нормальная ситуация вместе говорю когда я лежала а у тебя какая группа крови у меня четвертая положительная я пойду 3 не знаю я знаю что у меня четвертая положительная вот ну вообще моментами конечно прикольно если бы еще трупы не вывозили да или я сказал что он уже пару трупов видели видел в ночью пошел водички налить в кулер игорь это везут какую-то перекошенную бабку и врачи и лицу даже не закрыли быть не тут как раз лицо только я ставлю на самом деле стрёмно я когда вообще на четвертый этаж спустился там на четвертом этаже чтоб ты понимал все сердечники которые вот только после каких-то операций или еще чуть-чуть инфаркт где просто сидишь один более-менее ну как бы у тебя все нормально ты как бы живой да у тебя там есть проблемы но не такие как у них вообще далеко не такие и ты просто сидишь и рядом с тобой сидят бабушки дедушки которые просто даже разговаривать не могут который просто их прикатывают либо на кого-то вывести совсем плохо на каталке кого-то есть чуть чуть получим короче варианта 2 либо ты приезжаешь на каталке либо ты приезжай медленно либо тебя привозят на инвалидной коляске то есть в любом случае тебя привозит никто не приходит людей которые приходят я видел всего парочку в этой больнице поэтому ты ищу сосед да и мысль а вас сейчас палате двое на поле вот последнюю а вот я же для видеть и немножко тут подошли а то слишком откровенно как вот побриться надо вчера помылся наконец-то после холтера мне делали холтер это 24 часовой мониторинг твоего давления и сердце вот какую-то херню он там вообще показывал ребят холтер какая-то странная фигня он мне показывал он то начинает замерять когда я в туалете вообще то и в другой момент только да и ты ну он что тебя должен предупреждать он на то он все время замеряет при этом не показывает какое у тебя давление но он все время замеряет пара ну вот были даже моменты короче замерил мне давление добила до 150 то есть это давление у тебя 120 то есть . вот потом проходит 5 минут хотя он должен раз получал замерять он не замеряет хрена как у меня давление там добилась до 190 50 то есть ну такого же тоже не может быть Yuaneeal весь丫 на какой я проверял резко с 1 раз замерю потом 2 вот такого давления так не нужно скакать мы так не сказать у меня бы был единственный что вчера у меня было давление утром 150, а днем у меня, я не знаю, из-за таблеток или из-за чего-то опустилось до 93. У меня... Это у тебя, как это называется? У меня ниже... Оно упало, как называется, когда упало давление? Ну, когда высокое, это гипертония, а когда наоборот. Это херовно, это я не помню. И это... И оно упало до 93, я померял, такой, думаю, твою мать, какого хрена, меня никогда ниже 110 не опускалось. Никогда в жизни ниже 110 не опускалось. И мне было плохо, у меня голова кружится, болит, кружится, ничего не понятно. Я полдня просто спал, потому что у меня было хреново. Вот. Сегодня подошел, короче, к врачихе, говорю, таблетки мне вот эти для понижения свои не давать. Я говорю, потому что у меня сегодня так чуть какая-то хрень. Я говорю, у меня так за этими таблетками зафигачите, что у меня потом вообще пониженная будет, постоянно. Так нет, в том-то и дело, что они должны тебе сделать определенную дозу, которая тебе вроде и помогает, но в то же время до такой степени сбивает. Да, но при этом они мне дозу дают небольшую, они мне большую дозу дают по пульсу, потому что у меня постоянно пульс фигачит. Вот, чтобы вы понимали, я проснулся, мне вчера замерили пульс, после того, как я проснулся, буквально вот я проснулся, 10-5 минут прошло, мне замерили. То есть у человека нормального после сна должен быть пульс где-то 70, то есть он понижается, когда ты спишь. Я вообще не помню, что у меня такое было. В обычном состоянии идеальный пульс 80, у меня после сна, после того, как я проснулся, мне замерили, у меня 104. То есть ну это вообще жесть. А вчера, когда у меня было давление, чтобы вы понимать, давление 93 на там 80 с чем-то, короче. И у меня нижний и верхний давление почти одинаковые были, я не знаю, как такое может быть, но вот так. А пульс при этом 122. Нифига себе. Да, то есть у меня давление пониженное просто в фламину, то есть у меня такого никогда не было. Но пульс при этом у меня как будто я бегу куда-то. То есть это вообще странная фигня просто по той причине, что оно покажет, что ты вообще просто бежишь куда-то. Но на деле пульс настолько низкий, как будто уже сдох. Ну вот поэтому ты здесь и лежишь, чтобы они поняли, что с тобой происходит. Вот и все. Ну короче, все. Просто ты слишком дорого выходишь. Да, да, да. Смог бы ты тащить вот эти сумки, я еле доперла, блин. Я не знаю, воды. Видел вот это вот бутылка, по-моему, 2 литра здесь, да? Я не знаю, но это нормально, вообще не тяжело. Вот с теми рюкзаками, на которые я вошел, это было тяжело. Блин, кстати, на выпуску папа не хочет меня забрать или кто-нибудь забрать? Кто-нибудь, да кто интересный. Мне опять идите два конченных тяжелых невероятных рюкзака тащить. Че, страх? Что это было, блин? У меня кто-то на голове приземлился. Вот Илья говорит, что вот это кафе очень дорогое. Тут сникерс 200 рублей стоит, да? Я не знаю, сколько. Вода 0,5. Просто стоишь прям чуть ли не в луже. Я знаю, вода 140 стоит просто. Вода 0,5-140, да. Ну, ладно, вот я тебе чуть-чуть привезла. Да, на пару дней хватит. Я говорю сразу, через два дня я не приеду. Ты понял? Посмотрим там, может на выписку приеду. Если тебя в четверг выпишут, там или когда, я приеду за тобой, окей? Все. Давай тогда. Чао, бомбина. Идут вот эти. Такие, говорит, ни хрена, говорит, мы плохо живем. Говорит, все, говорит, плохо живем. Говорит, смотри, говорит, стоят. Бэха, Ауди, Бэха, Ауди, Мэрс. Здесь на стоянке. Я жду такси. Бэха, Ауди, Бэха. Бэха.